Приветствую всех! Добро пожаловать на очередной урок из серии Исполнительские приемы и гранатуби. Мы с вами сегодня рассмотрим такой прием, как трель. Трель, в свою очередь, относится к мелизмам и является своего рода таким украшением. Украшением того или иного музыкального построения, той или иной мелодии. И также трель представляет из себя максимально быстрое, многократное чередование звуков диатонического или хроматического звукоряда. Сегодня мы с вами рассмотрим два вида трелей. Первые трели относятся к старинной музыке, к музыке эпохи барокко, то есть те трели, которые сначала нужно раскачивать. И трели, которые относятся к современным стилям музыки, которые играют сразу, максимально быстро. Тередуются два звука. Также я покажу вам, какие трели, с каких звуков можно извлекать, используя определенные наши вентили, используя наш вентильный механизм. Допустим, возьмем сейчас ноту ля бемоль контр-октавы и попытаемся сыграть трель на тон выше, то есть ля бемоль, си бемоль. Теперь сразу быстрый трель, без раскачки. Теперь перемещаемся в большую октаву, нота ми бемоль. Трель делаем от ми бемоль к ноте фа. И быстрая трель. Представьте, что вы находитесь сейчас в микселидийском ладу, то есть в мажорном ладу с пониженной седьмой ступени, все разрешения у вас получаются через пониженную седьмую. Опять нота ля бемоль, большой октаву теперь уже. Дальше можно сыграть трель от ноты до к ноте ред в малой октаве. А дальше повтор. Опять от ноты ми бемоль, от ноты ля бемоль, только уже в малой октаве. Теперь я покажу вам, какие трели мы можем играть, используя второй вентиль. Здесь у нас ситуация такая, что трели могут быть полутоновые. То есть здесь у нас уже разрешения получаются, как в обычном натуральном мажоре. Допустим, с ноты ля к ноте си бемоль. Это у нас получается полутоновые треп. Как раз, допустим, как во всех каденциях, в окончаниях барочных сонат. Или так. Например, как морчило, да? Теперь в большой октаве от ноты ми к ноте фа. Спитер, опять же от ноты ля. Спитер, опять же от ноты ля. Также, если мы переместимся в малую октаву, здесь у нас уже трель можно извлечь от ноты до диез. От ноты рель. Полутоновый трель. Остальные звуки повторяются опять от ми и от ноты ля. Теперь можно комбинировать сочетания первого и второго вентилей. Здесь у нас тоже в основном получаются трели полутоновые. Допустим, берем ноту рель большой октавы. И делаем трель на ноту ми бемоль. Теперь нота соль. К ноте ля бемоль. И дальше следуем. От ноты себе карп, ноте до. Разрешаемся в до мажор. Дальше тоже самое в малой октаве повторяется. Теперь следующий вариант это сочетание первого и третьего вентилей. Вот здесь у нас как раз таки вступает в силу такое понятие как побочная аппликатура. Если мы попробуем сделать трель на тон выше от ноты до к ноте ре, то задействовать первый и второй вентиль неудобно. Здесь можно использовать побочную аппликатуру. Это и сыграть ноту ре в третьем вентиле. Также побочную аппликатуру можно использовать, сыграв в большой октаве трель с ноты фа на ноту соль. То есть первым и третьим сыграть ноту фа. И третьим ноту фа. Ну и собственно в следующих октавах то же самое. Дальше следующий вариант это у нас использование второго и третьего вентилей. нота до диез и разрешение внутрь и опять таки мы используем третий вентиль. Теперь внутрь фа диез и разрешение внутрь и опять таки мы используем третий вентиль. Чтобы третий получился красивый, звучный, интенсивный, необходимо еще помимо того, чтобы у вас амбушюр был расслаблен и захватывал каждую эту ноту. Вентиль конечно они помогают, но здесь еще необходимо расслабить амбушюр, чтобы звуки просто не срывались. Еще важно все-таки, чтобы у вас максимально была расслаблена кисть и пальцы все-таки. Это тоже имеет значение при игре трели. И в следующих октавах то же самое. И теперь используем все три вентиля. В данном случае это у нас получится нота си пикар. Большого октава разрешаем, но удобно. Вот собственно и все. Советую вам чаще использовать этот прием, чаще над ним работать. Тогда это собственно обогатит ваш исполнительский стиль. Также это укрепит ваш амбушюр, поможет вам удерживать струю воздуха таким образом, чтобы у вас звуки не срывались, чтобы у вас амбушюр цеплял каждую из этих двух нот. И это просто поможет вам разнообразить и, скажем так, приукрасить свое исполнение. Удачи!